мохи трусиха мелкая всем привет друзья такая боягузка пупырка после того как мы взвешивали кабанчик вроде его отпустила но он он меня не боится а это такая прям окки боягузка смотрите я показываю вот несколько роликов подряд про утят ну утят про цыплят и вы мне пишите где поросят не поросята прям несколько комментариев так мне так смешно их читать потому что когда показываю про поросят вы пишите покажи уток покажи курс я чередую чем занимаюсь в данный момент то и снимаю поэтому вы не думайте если 35 роликов подряд про утят то это не значит что одни утята будут машина проехала что я одних утят буду вам показывать постоянно все там все порядки понаводили все нормально я не помню я вам сказал или нет в предыдущем ролике про утенка который переворачивался он пропал если не сказал то вот говорю а если говорил то не обращайте внимание я не помню там все хорошо там управился все по убирал так что несколько несколько роликов будет вам про поросят до пупырочка мне вы пишите чтобы я нас наливал воды вот сюда в коры то друзья пупырка паразитка я вам уже много раз об этом говорила и она гадит где попала ее любимое место это вот сюда в коры то я убираю она туда не мочится именно гадит по большому понял поэтому ну никуда ничего я туда лить не буду и еще вы просили вам показать поросят утюти не на я завтра я сегодня в купил скальпеля знаете это это такой закон подлости я объехал 7 1 2 3 4 5 6 аптек объехал ни в одной аптеке не было этого не было скальпелей в одной аптеке я заказал чтобы мне привезли ну как когда там у них будет под поставка и это мне пришло сообщение но я номер оставлял что их нет на складах нигде ну и что вы думаете заехал я в последнюю аптеку сегодня и там нашел скальпеля то есть мне нужно было объехать все аптеки которые которые имеются и и только в последний купить я сегодня я вам говорил ездил кастрировал поросят сегодня деде мише сказал что завтра пока стреляем и вашего кабанчика спрошу тети не на разрешит поснимать их вам сниму посмотрите как выглядят там поросята ну и я думаю вы видите как выглядит пупырка уже никто не мне не может сказать что это доходя это такая прям лощеная красоточка да ты хорошая девочка вот так и сегодня первый раз там я вам говорил у меня стоят мешки с семечкой и я буду ее добавлять ну там много нам столько подсолнечного масла жареного не надо а у нас тут маслобойня меняет только на жареное масло поэтому там шесть мешков стоит я два поменяю на масло а то буду добавлять в корм какая разница мне все равно корм покупать так что ну пусть будут семечки вместо макухи как бы жиры растительные лишними не куром не свиньям не будут так что вот так до пупырочка вот такие дела и к чему я веду добавил лишь сегодня семечек первый раз в дробленку и вот наблюдаю пупырки пупырки с горохом понравилось вон едят прям нравится такие прям с аппетитом кушают а эти а эти красотульки чет не поели ну может я много насыпал а может они не голодная им сегодня днем и тыквы еще кидал короче посмотрим если до утра не доедят должны кушать куда им деваться да ну подстелил у них по убирал он все накушают им нравятся ох и красотки какие пузики уже прям растут в имя немножко отбивается как бы в имя перестраивается под под кормление она не наливается но она такое знаете воспаленный вот когда суп раз нас настает вот эти молочные пакеты вот так они немножко а что вы испугались испугались прибежали чтоб я вас пожалел да она немножко вот так ну то есть на напухает и все у этих у взрослых девок такого не происходит у них время рабочие так что все нормально до девчатки никуда поросята не деваются не переживайте я вам их показываю очень часто у них все хорошо свинки отлично растут ранки вон почти уже сошли хотя я сказал что раны уйдут в течение недели видите вам сказал неправду вот некоторые некоторые вот эти ранки еще не послазили а уже это прошло почти месяц она вот гуляла в начале месяца но уже больше трех недель точно ранки еще не сошли а это гуляла с коржиком видите и он ее не 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 обидел прям чистенькая хорошенькая красотки вот так завтра сегодня утят высадили а завтра поубираю здесь ну вот на том дворе там у всех поубирал здесь по убираю завтра и высажу вот тех цыплят которые там сидят в брудере ну вот шесть штучек один конечно там плохой цыпленочек но вот из-за него я не буду их там оставлять долго они уже прям большие хорошие но они чуть чуть меньше вот этого вот этот меньше от них так что я думаю что можно их выпустить да и этот не больше просто выше на лапах на лапах так что вот так да кто тут из вас кукарекает я так и не заметил ни разу кто же из них тут кукарекает давайте кукарекните кто-нибудь нет ну короче у всех все хорошо вон тут тепло в сарае что они даже вон под лампу не ложатся видите то есть они вот так отходят еще плюс сейчас дверь закрою так вообще здесь будет тепло ухи и люйка петушок прям хорошенький такой у меня там три курочки и люхи здесь вот одна курочка и петушок красавчики вот за этих я вам только что на том дворе снимал ну блин ну уже прям хорошие ну может наверное уже их пара туда отправить на тот двор мне не знаю хочется хочется уже порастыкать по породам по по видам и чтоб они лучше так отдельно каждый своем загончике и живу короче не знаю этим тоже насыпал с этим она мелкая мелкая прям ну думаю что будут кушать водички свеженькой налил надо им поменять поилку тут у них видите баночка надо вот эту которая закручивается потому что они уже прям стали все большие и временами сюда прям на банку какой-то цыпленок запрыгнет а потом типа спрыгивать и банку переворачивает уже три раза зовут за последнюю неделю перевернули банку хорошо что они это делают когда она пустая то есть возможно она полегче и вот тогда они и могут толкнуть вот видите тут мокро но не сильно пупырочка моя вот эти какая бы гуско да не трогай я вас ну ничего потом будет взрослая будем дружить да вот так кисюльчика ты уже спишь ты мой хороший мальчик ой такой хороший мальчик хороший красавчик черненький красавчик мяу мяу перепел тут так и бегает я там одной зрительнице пообещал перепелиное мясо но я и сказал что пока у меня на это времени нет вы не переживайте если вы сейчас смотрите это видео мясо будет именно вам потому что вы мне уже много-много раз писали я больше никому его не от не обещал до кисюльчика вот так девки что у вас тут порядке больше всего за супер осность я переживаю вот за ее потому она хоть и не перегуляла но при этом она все равно какая-то у него уши вот таки может именно из-за своего такого нервного немножко характера она была какая-то заторможенная до покрытия такая она была но ей было на все плевать и она поела легла там может стену встать смотреть полчаса короче я думал что она безмозглая а после того как погуляла она стала такая прям взволнованная прям нервная какая-то дверь открываю она тут может вот так выскочить с двери гавкать тут крюкать короче такой у нее характер после покрытия поменялся и вот я думаю покрылась она или нет ну как бы вообще-то не ясно да вот такая знаете вот прислушивается ко всему это как была такая спокойная девочка самого начала такая есть да то ну конечно меня они маленькие были боялись сейчас подросли уже уже привыкли а это такая настороже вот как будто сейчас сейчас кто-то ее испугает или она уже испугалась и думаю что сейчас что-то произойдет ну что ты ушки наострила что ты наострила ушки а еще и линяет она но видите не по графику рано начала линять оп-оп-оп-оп-оп шерсть летит прям будет красивая лысая как манка с овсянкой да только почему ты сейчас придумала линять это не ясно вот так тихо нет вот видите сразу вот сразу стремится сразу стремится убежать куда ты вот куда куда что ты хочешь ты без тут что не нравится что ли мамульчика будущее надеюсь надеюсь что все мамульчика будущее вот так я не рекламирую вам яйцо перепелиных потому что потому что я думал что у меня заказ закончился но а потом раз и и сразу 700 яиц ждут у меня три человека спасибо конечно за заказ но пока погодите немножко я потом объявлю когда когда я смогу оформить все эти заказы и тогда я вам объявлю что яйцо свободное есть продажа вот так ну а теперь посмотрите на еще и на на их она вообще прям отстала в росте почему подарочка ты почему отстала в росте ты такая высокая и и все все твои эти все твои преимущества на этом закончились она уже и по длине короче от нее видите такая она высокая но короткая и худая ну думаю что все будет нормально да просто ждем а вот эти три красотки стандартные вообще да на мне кажется они на 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 волков похоже нет вот эти серые морды вовчик браток вот видите паразит запрыгнула на этот на кормушку и точно также запрыгивает на поилку это прям большая уже курица хоть ее возьми да перенеси тоже на тот двор ну не знаю посмотрим да девчатка ухи рыжая голова пыльная вот это я вам уже объяснял много раз пыль же что смотрите садится на все да ну я не знаю откуда она тут сарай берется но я всегда валом все вот это в пыли и вот когда я наливаю им воду вода попадает на голову понимаете вот мокрая голова и потом садится пыль и морда вот такая вот рыжая прям становится я не ой дотронулся она сразу завалилась да только дотронулся мне кажется тоже уже пузико растет месяц уже все таки быстренько да быстренько такие вот дела грязномордые свинюшечки наелись ложитесь уже спать ложитесь дурёшки мелкие красавчики еще знаете они мерзли одну ночь и я сегодня уже вечером пришел посмотрите я уже не стал не стал у них менять пеленку они поняли что такое холодно и сейчас такие прям все под лампочкой он лапки по протягивали лежат отдыхают по их по илочку поменял я их пропаил три дня и все то есть больше больше ничего не давал нужно дать им витаминки ну и все все в порядке все 29 бутылку не убирал все нормально и вот тут тоже смотрите мне написали андрей а можно вот этих троих вот этих троих утят отдать утки у которой вывелись утята я позавчера их сравнял вот я в комментариях там ответил позавчера их вам ну вот одного утенка взял опустил сюда и показал насколько те меньше если их отдать утки утка их примет сто процентов но вот эти три бармота больших будут маленьких могут нет не точно но могут маленьких обижать это первое во вторых они настолько больше что они будут у них просто по головам топтаться понимаете то есть они будут лезть под утку и будут ложиться на вот этих маленьких утят маленький только вылупившийся утенок весит где-то 50 грамм а то и меньше за первый день они еще худеют и ну там где-то 40 грамм в утенке понимаете а эти утята прям большие ну вот баночка смотрите отойди баночка пол-литровая они примерно такие же то есть 50 граммовый утенок и пол-лит и пол-литровый утенок и полкилограммовый утенок я думаю вы разницу должны понять и ну как бы думаю вы понимаете что они несовместимы в одно стадо это очень большая разница в размере очень то есть эти буквально через две недели будут вот такие как те на том дворе а те будут еще вот такие маленькие двухнедельные это нехорошо лучше вот эти посидят бьются паразита лучше вот эти посидят в брудере тут еще может две недельки этих завтра поубираем там у тех цыплят пересадим на пол а эти трое останутся здесь и через две недельки я их выпущу к этим большим которых я вот ну к которым мы только что троих отнесли вот те большие их примут вот это точно да так что так будет лучше ну а тот маленький он конечно живой но мне кажется что с него ничего хорошего не будет видите какой глаз у него слезится он кривой голова у него кривая конечно его жалко вы пишете что это 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 но проще этого цыпленка убрать что такое что такое не в то горло пошло что ли капли в глаза 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 глазные капли у меня есть я ему капал но она ничего ему не помогает он плохой он плохой он как бы вылупились они все вместе пять штучек одинаковых а он в три раза меньше и он легкий ну смысл лечить такого кривого цыпленка если он никуда не пригодится и но он не нужен я ему ничего плохого не делаю но и не пишите мне пожалуйста что я такой плохой не могу помочь цыпленку я им всем помогаю то есть я всегда стараюсь там пропоить пролечить но отдельно отдельно его лечить тратите тратить на него деньги если это цыпленок никуда в дальнейшем не пойдет он никуда не нужен понимаете так что вот так все друзья что такое переели корма насыпал они тут запихаются полная кормушка была запивайте до обормотик ну да зуб напхала теперь он запивай поилка полная вот такие дела ребят все еще один день прошел все у всех все насыпано тут выключаю нас утром хватит приду насыплю все всем большое спасибо за просмотр и всем пока пока ну да красавчики красавчики по бутылке прыгают ну всем пока пока